Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы продолжаем тему обрезки и разговариваем о двух и трех летних кустах винограда. Ровненько так же, как я рассказывала про однолетние, я вам буду показывать классические случаи и показывать все отклонения на конкретных примерах. Также напоминаю, время обрезки у нас тогда, когда растение полностью ушло на покой, самостоятельно сбросило лист. Если лист упал в результате заморозков, значит недельки через две, через три. В принципе, с обрезкой можно не спешить. Если вы новичок, делаете только первые шаги на пути виноградарства, я вам рекомендую посмотреть еще одно видео по формировке винограда. Ссылку я под роликом оставлю внизу, нажав кнопку «Еще». Тогда вам будет гораздо проще и легче понимать то, о чем я сегодня вам буду говорить. Ну а теперь пойдем. Итак, начинаем с классического примера. Вот это у нас двухлеточка. Видите, листики побил мороз, они даже не обсыпались. Ну, в общем-то, смотрите, у нас, правда, здесь не два побега, а три выросло. Но вызрели они крайне плохо. Поэтому здесь обрезаем коротко. Даже можно сразу смело вот так резануть, чтобы не мешало. Ну а здесь дальше уже вот режем. Здесь у нас вот пасыночек пошел по этому. Потом у нас получилось три лозы. Значит, вот это убираем. Ну вот здесь, вот смотрите, на две чуть-чуть обрежем с запасиком. Здесь на две. Я знаю, что эта лоза плохо вызрела, поэтому обрезаем классически. Коротко. И вот эту тоже весь мусор убираем. И здесь тоже уберем, чтобы вам было видно. Приблизительно раз, два, можно вот чуть выше три. Потому что, я же говорю, лоза не очень вызрела, поэтому... Здесь классическая короткая обрезка. Как раз два побега, можно сказать, и на две почки. Еще один, можно сказать, классический пример. Второготочка. Вот два побега выгнал. И, в принципе, по толщине, наверное, можно было бы их и оставлять. Но дело в том, что здесь лоза плохо вызрела. Поэтому мы обрезаем их коротко. Ну вот оно чувствуется, я вам говорила. В прошлом ролике, как определить, потрогать. Она такая будет немножко неприятно, скользковатая. Это не вызревшая лоза. Вызревшая, она более гладенькая. Поэтому здесь, в любом случае, я обрезаю коротко. Ну, если опасаетесь, не совсем понимаете, там, вызрело, не вызрело, можно на всякий случай обрезать. Вот. Чуть больше. Раз. И второго. Раз, два. Вот так можно оставить. Вот. Вот, смотрите. Раз, два, три, четыре. Все, коротко обрезали. Ну, это классика. Вот, смотрите, это тоже второгодка. Ну, вот так получилось, вот это все. Длинный побег просто на нижнюю проволоку опущен. Так получилось, что весной проснулась только одна почка. Хотя видно, да, что было оставлено, вот видите, это прошлогоднее. Раз, два. И проснулась только третья. И выросла вот такая вот жирная лоза. Ну, классика нас чему учит обрезать на две почки. Ну, если я обрежу здесь на две почки, представляете, как он будет переесть в следующем году. Ну, это плохо. Поэтому, вот, приложу руку, чтобы вы понимали толщину лозы. И это технарь. Это Каберне Кертис. Видите, какой он. Поэтому здесь мне надо оставлять максимум. Сейчас что я делаю? Я выбираю, конечно же, вот эти пасынки. И вот смотрите, сколько у нас тут всего получается. Наверное, метра три. То есть, в принципе, можно было бы, да, формировать такой классный рукав. Но не тут-то было. К сожалению, эта лоза вызрела не вся. И граница вызревания находится вот примерно здесь. Камера не сможет так передать и показать. Вот здесь лоза тепленькая и такая гладенькая. А дальше она уже идет такая шершавая, морщинистая. Вот здесь, может быть, попробую показать. Вот, видите, она такая в морщинках. И, ну, руками чувствуется, что здесь не совсем живая. А вот я проведу вам сюда. Здесь она более гладенькая такая. Поэтому вот на этом уровне я ее и обрезаю. И еще раз хочу вам напомнить. Если вы сомневаетесь, вызрела либо не вызрела, оставьте больше. Ничего страшного, лишнее уберете весной. Практика наша в прошлом году показала, что не совсем вызревшая лоза в прошлом году смогла у нас перезимовать. Разумеется, под укрытием. Понятно, что зима этому способствовала. Зима за счет того, что было много снега. Но, тем не менее. То есть, сомневаетесь, оставьте лучше. Уберете весной. Ну, а здесь, смотрите, вот что у нас остается. Один рукав на следующий год. Ну, а второй мы будем формировать вот куда-нибудь оттуда, от головы куста. Вот так бывает, да? Что куст и рос, и хорошо развивался, но почка пробудилась только одна. Здесь я ничего не выламывала, ничего не делала. Вот, смотрите, еще один пример. Второгодочки. Значит, вот у нас в прошлом году хорошо росло все. Такой вырос хороший побег. И пошло расти три почки. Раз, два, три. Не буду уже подниматься вверх. Но тоже кустик рос просто замечательно. Поэтому оставлять тут, коротко обрезать, если обрезать вот это на две почки и это на две почки, не имеет смысла. Здесь уже можно формировать рукава. Ну, вот в данном случае, как мы поступаем? Смотрите, я оставляю вот этот побег. Он у меня расположен удобно для того, чтобы сформировать плодовую стрелку, которая будет плодоносить в следующем году, и сформировать в дальнейшем из нее рукав. И вот этот тоже расположен удобно. Конечно, хорошо было бы здесь одноплоскостная шпалера, чтобы он был расположен вот с этой стороны побега. Но ничего страшного, все равно можно будет загнуть. Я сейчас все сделаю, покажу, как это будет на шпалере. А вот этот верхний, во-первых, он и тоньше немножко, и он уже нам будет лишний. Поэтому, смотрите, я отрезаю вот здесь. Я немножко отвязала все и обрезаю по тому, насколько вызрела лоза. Смотрите, еще как можно увидеть, вызрела лоза или нет. Я ее сильно приблизила. Сейчас, смотрите, я чуть-чуть сжимаю. Она вроде и хрустит, но видите, что скорой становится. Она начинает ломаться или сморщиваться. Это лоза недозревшая. Вот видите, что получается? Порвалась кора, да? В местах сгибов. Вот. Вот это лоза невызревшая. Потянула пленку, чтобы лучше было видно. Вот смотрите, что у меня получилось в итоге. Вот там чуть больше. И пошла плодовая стрелка туда. Но с этой стороны все не так, как хотелось бы. И, скорее всего, что верхние здесь почки не проснутся. Что здесь есть сомнения по лозе. Но я лучше оставлю больше. Потом весной вот так вот привяжу к проволоке. И буду смотреть, пойдет здесь почка. Пойдет? Нет, значит. Значит, пойдет откуда-то снизу. Ну, вот у нас, что вышло со второй стороны. Видите, прекрасно оно наклонилось. И если все пойдет хорошо, то вот так в дальнейшем и можно будет формировать уже кустик. Следующая второгодочка. Я уже немножко подготовила к съемке. Смотрите, какая, казалось бы, красивая картина. Вот из двух почек выгнались два побега. Ну, если совсем по-книжному, то мы их режем на две почки. Если в зависимости от состояния куста, смотрите, лоза. Лоза, да, хорошей толщины. Можно смело было бы. Но этот вот я обрезала уже, короче, потому что он обломан был. Он был обломан. Вот на этом уровне. То есть можно было бы укладывать две плодовые стрелки. То, что состояние куста позволяет. Но помним, чем мы еще руководствуемся степенью вызревания лозы. Вот на этом побеге совсем все печально. Тут даже слышно, она такая безжизненная. Вот, смотрите, я ее сгибаю, она совсем так морщится. Ну, это, что приблизительно вот до сюда. Поэтому режу вот так. Вот здесь так вообще слышно, когда трогаешь, она такая аж шлестит. Опять же, смотрите, не спешите с обрезкой. Потому что вот то, что подмерзло, да, такое недозревшее, оно со временем начинает подсыхать. И когда оно подсыхает, вам становится гораздо проще это распознать. Поэтому не спешите. Времени еще много. Можно подождать. Проще будет обрезать. Вот на этом побеге вроде как чуть лучше. Приблизительно вот так я его обрежу. Ну, а весной посмотрим. Если будет все хорошо, то мы его загнем вот так. Ну, а вот, наверное, самый интересный пример. Это мукузани. Я вам этот куст показывала. Точнее, здесь два куста. Еще с прошлого года, когда я их только посадила маленькими замученными. Как они хорошо выросли. И вот видите, вот, вот это часть прошлого года. Тут получился такой маленький, можно сказать, рукавчик. И вот на всех этих побегах у меня было плодоношение. Ну, конечно, понимаете, да, что ни о каких двух почках здесь и речи быть не может. Смотрите. У меня есть почти от головы куста вот такой хороший побег. Все это длинное. Все это длинное. Даже очень длинное. Значит, его я оставляю и пускаю на плодовую стрелку. Вот. В эту сторону. Вот где я держу руку, приблизительно здесь у нас граница вызревания. Значит, так я его и обрезаю. То же самое у нас получается и с побегом на той стороне. Смотрите, как он. Толстый, мощный. Я смотрю, насколько он вызрел. И настолько его и обрезаю. Либо расстояние до центра следующего куста. Ввиду того, что там у меня сидит молодежь и пока место позволяет, то есть я могу позволить себе и больше оставить, если позволит вызревание лозы. Что делаем вот с этим всем? Если посмотреть классическую схему обрезки уже взрослых кустов, то по-хорошему можно было бы оставить вот этот побег. Как раз он у нас тут на некотором расстоянии. Даже почти по классике. Ну, чуть-чуть не хватает до середины между кустами. Расположен удобно. Состояние его хорошее. Его на плодовую стрелку. Ну, вот это вот все нам несколько мешает. Его надо было бы убрать. И мы уберем. Ну, смотрите. В таком случае мы никогда не режем вот здесь. Потому что виноград как бы не совсем может затягивать эти рамки. Если мы режем вот так вот коротко, то у нас здесь потом будет закупорка. Поэтому нам надо оставить пенечек где-то в сантиметра полтора. Это один вариант. Вариант номер два. Я не помню, но по-моему Макузане плодоносит прекрасно на короткой обрезке. Поэтому здесь я могу оставить рожки. Смотрите. У меня места на шпалере хватает. У куста сил тоже хватает. И поэтому надо его нагружать. Соответственно я обрезаю вот раз, два, три. Раз. Здесь раз, два, три. Два. Здесь раз, два, три. И вот так обрезала. Все. У меня получается вот такая вот смешанная формировка. В следующем году я могу посмотреть если мне эти рожки будут мешать и все это будет мешать то я могу отсюда отрастить побег и потом убрать вот это вот все недоразумение чтобы оно мне не мешало и сформировать хорошие скажем так проводящие пути. То же самое я делаю и со вторым кустом. Сейчас я уже без вас обрежу покажу вам результат. Вам пока что возможно кажется все это очень сложным но самое главное чтобы вы понимали принцип виноград будет плодоносец на побегах которые выросли в этом году. Вот из этих почек пойдут вертикальные побеги вот как здесь и на них будут грозди. Вот такая туговая картинка у нас получилась значит от одного куста два побега в одной плоскости третий я положила в другую сторону там немножко пересекается с побегом второго куста на противоположной проволоке тоже один от одного куста второй от второго и там у нас вот она плодовая стрелка и рожки то есть мы здесь располагаем вот эти будущие плодовые стрелки так как нам удобно чтобы максимально задействовать то пространство которое у нас есть переходим к трехлеткам но здесь почти классический пример единственное видите выросло не 4 побега а 3 это реформ и здесь все очень очень просто лоза у него вызревает хорошо поэтому все три побега оставляем и смотрим у меня тут расстояние между кустами очень-очень большое поэтому вот сколько вызрело столько я и оставлю обрезав только невызревшую часть ну вот это у нас трехлетка тот же принцип как я вам показывала с мукузани смотрите два хороших больших побега вначале у нас пойдут сюда поскольку рукавчиков у нас выросло смотрите как интересно один в одну сторону один в другую только два тоже в классике мы бы оставляли вот этот побег он у нас хороший крепкий мы его оставим можем выбрать в ту сторону какой-нибудь еще например из тех которые вот здесь ближе но остальное обрежем на рожки то же самое на той стороне здесь смотрите вот эти два крайних идеально просятся в эту сторону а вот в эту сторону можно было бы пускать вот этот побег так но здесь у нас тогда получаются рожки а можно пустить например вот этот и вот этот они здесь по силе роста все одинаково поэтому можно выбирать и то и другое ну и как говорится да тоже куст хороший сильный мощный можно грузить поэтому мы можем сделать здесь две плодовые стрелки это порезать на рожки занять вот это место на шпалере ну а в следующем году смотреть в идеале конечно будет выгнать откуда-то отсюда плодовые стрелки ну чтобы нам было удобно чтобы меньше было здесь каких-то закупорок вот смотрите какая получилась картинка значит две стрелки в одну две в другую две в одну ну а с этой стороны вот что я сделала там продолжение остальные лозоньки чуть тонковатый можно было бы вот этот пустить на плодовое звено ну как-то оно мне не очень нравится тонковато поэтому здесь я порежу на рожки это у меня ландо нуар потому что кустик молодой ну вот такой мощный хорошо развивающийся к вопросу о конченных гибридах как их иногда называют ну вот эти конченные гибриды мы конечно отдельно еще как-нибудь про это поговорим но в наших условиях показывают очень хорошие результаты вот этому тоже на рожок ну как видите все кусты разные и подход к ним конечно лучше применять разным надеюсь мое видео было вам полезно но я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды и мой контакт и до новых встреч до новых встреч